Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Мини-квартиры оставят для молодежи и студентов. Государство снижает поддержку малого и среднего бизнеса. Минстрой неоднократно заявлял, что вводить общероссийский запрет на мини-квартиры не предполагается. Теперь это подтвердил вице-премьер Марат Хуснулин, сообщает российская газета. Решение, запрещать ли строительство таких квартир, должны принимать власти регионов, добавил Хуснулин. Сейчас запрет на строительство квартир-студий есть в Московской и Ленинградской областях. Запрет на строительство микроквартир распространится и на другие регионы, уверен профессор национального исследовательского Московского государственного строительного университета Кирилл Кулаков. Прежде всего, нынешняя строительная политика вступает в противоречие с национальными целями. Так, к 2030 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 квадратных метров жилья. Вторая причина – демографическая. Малогабаритные квартиры уже назвали жильем карьеристов, то есть людей, которые свою основную самореализацию видят в карьере, а дом для них – это только то место, куда они приходят переночевать, рассуждает эксперт. Профессор заключил, что молодая семья, которая живет в квартире размером в 22 квадратных метра и еще продолжает платить за нее ипотеку, вряд ли готова к рождению двоих или троих детей. То есть массовое строительство доступного жилья решило тактическую проблему, но стратегически уже через 7-10 лет вновь поставит перед сегодняшними новоселами квартирный вопрос. Проблема жилья – одна из ключевых проблем молодой семьи. Вице-премьер говорит, что квартиры студии в регионах запрещать строить не будут. Профессор исследовательского института говорит о том, что это противоречит национальным целям. Но в этом нет ничего удивительного. В дело вступают классовые противоречия. Даже в исполнении национальных интересов капиталисты имеют интерес наживать деньги любой ценой. Пусть даже цена тому усугубление демографической катастрофы в Российской Федерации. Интересы же рабочего класса отвечают интересам всех членов общества. Это касается и ключевого вопроса – жилья. Из истории мы видим, что единственный успешный проект по обеспечению людей жильем был реализован в СССР. Да, бывало стояли в очереди годами, но квартиры в итоге получали бесплатно. Еще и дачный участок в придачу. А сейчас нам буржуазные профессора сообщают, что к 2030 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 квадратных метров жилья. Ключевое здесь то, что жилье будет построено, но принадлежать каждому россиянину 33 квадратных метра не будут. Придется брать ипотеку или продолжать снимать жилье, находясь во власти не только капиталиста, но и владельца того самого жилья. Чтобы этого избежать, рабочим нужно бороться организованно. Повышение зарплаты и даже предоставление жилья при рождении ребенка – все это можно вписать в прогрессивный коллективный договор, который на данный момент является единственным реальным инструментом рабочих, чтобы улучшить свое положение. Буржуазия хочет значительно сократить бюджетные расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщают известия. В 2025 и 2030 годах на эти цели планируется потратить 330 миллиардов рублей. Это на 21% меньше, чем в предыдущую шестилетку. В основном урезание коснется льготных программ кредитования. Основное сокращение коснется программы, которая компенсировала процентные ставки примерно на 20-30 миллиардов в год. В условиях высокой ключевой ставки такая мера поддержки стала очень дорогой, поэтому Минфин решил ее свернуть. Согласно документам правительства, основная сумма расходов по федеральному проекту придется на льготные инвестиционные кредиты мелкому и среднему бизнесу в приоритетных отраслях, включая обрабатывающие производства, информационные технологии, гостиницы и общепит. На это выделят 238 миллиардов. По поручению президента в рамках федерального проекта также выделят 30 миллиардов рублей на создание 100 промышленных бизнес- и технопарков. Другими словами, капиталисты осознали, что с мелкой буржуазией далеко не уедешь в условиях выживания. Особенно если будешь поддерживать предприниматели из сферы услуг, которые создают только хорошие показатели ВВП в статистике, но не играют роли в реальном секторе экономики. Буржуазия в поддержке мелких буржуйчиков переходит от количества к качеству. Она начинает осознавать, что ей необходимы настоящие организаторы производства и внутреннего туризма, который также важен для развития экономики нашей страны. Это, безусловно, положительный момент в действиях российской буржуазии. Товарищи, чтобы видеть мир ясно во всем его запутанном многообразии, нужно осознавать свои классовые интересы, а также интересы классового врага, и не только внутри нашей страны. Поступайте в Красный университет, изучайте диалектику Гегеля, чтобы видеть позитивные моменты в негативном и негативные моменты в позитивном. Запись в Красный университет ведется по электронной почте ку-фра-собака-яндекс.ру или по телефону 8-904-600-60-57. Обучение бесплатное. С вами был Юдин Илья с коммунистическим приветом из города Остров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова